Продолжение следует... Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про проблемні аспекти вітчизняної освіти. З нами лектор, кандидат юридичних наук Павло Мінка. Павло, я вас вітаю. Перше питання. З 2019 року в Україні запроводжено 12-річну систему навчання в середніх школах. З вашої точки зору, 12 років це мало, це багато чи це оптимальний термін? Нет, це плохо. С моєї точки зору, це безусловно плохо. По той причині, що... Ну, ви знаєте, взагалі не треба дітей загружати чрезмерною відповідною, чрезмерними правилами і так далі. Детство є дитство, і не треба никак його відбирати. У мене растет сын, і ми пішли к спецілисту, щоб она посмотрела, як він розвивається. Щас даже є така спеціальність, поведінній терапіст вони називають цю спеціальність. Не терапіст, а ж терапіст. І я вам скажу следующее, що... Вона говорить, ви знаєте, приводіть їх нам в садик, ми будемо розвивати, він вже вас в 6 років буде читати, писати. Ну, у мене вопрос, а зачем в 6 років читати і писати? Ну, є ж дитство, є ж можливість побігати по дворам і так далі. 12 років, насправді, це дуже багато срок. Я не вижу смысла увеличити систему образування, поскольку я знаю, как она работает, средняя школа, как она работает вообще. Вот простой пример. 8-9 класс, українська мова, вони изучають определенні предметы, і в 10-11 вони теж изучають те же самі предметы. Понимаєте? У нас на нас нет на деле схеми увеличення этой нагрузки. Этого всього, вот в х aesthetics предметы. поскольку ну, целесообразность, Какая целесообразность? Я считаю, что это плохо, это минус, і необходимо все-таки уменьшать. Це таки скільки років? Ну, ви знаєте, у нас в сп Live hanya różne. Я ориентируюсь на опыт. 10 лет вполне достаточно для средней школы. Пожалуйста, зачем 12? Зачем нагружать детей еще какими-то лишними предметами? Вот смотрите, еще такой удивительный нюанс. У нас же, понимаете, все очень завязано на неких экономических нюансах в том смысле, что нужно некоторым силам определенным, которые стоят в образовательном процессе, зарабатывать деньги. Естественно, они заинтересованы, давайте увеличивать, давайте дети более будут привлекаемы. И не более того, понимаете, а аргументации именно образовательной, педагогической в этом нет никакой. Никакой, понимаете. Все опыты до меня, опыты образования, они не ориентировались на такие процессы. Никак не ориентировались. Это было нормально. И выходили люди образованные, выходили люди, которым сейчас, вы знаете, памятники надо ставить. Вот. Ну, школа работала, школа работала. А сейчас это какие-то перетрубации, связанные скорее с денежными нюансами. То есть необходимо, необходимо как можно больше привлечь финансирования. Давайте мы создадим то. Это третье, десятое. Я сегодня, ну, уже не про седнюю школу, высшая школа. До этого питания мы еще перейдемо. Давайте. Подождите, я прокомментирую именно среднюю школу. Мне говорят, а вы будете читать корпоративное право? Я юрист, я кандидат науки. А что это такое вообще? Я не понимаю, не знаю. Это выдуманный высосанный предмет, понимаете? То есть у меня такое сложилось ощущение, что сейчас в образовании пытаются высосать предметы и нагрузить потенциальных слушателей, как говорится. Если мы уже говорили о гроши, с вашей точки зрения, какая школа больше эффективна, приватная или государственная? Мы понимаем, что приватная – это, в первую очередь, освета за гроши. То есть я куплю определенный продукт. Не сложно сказать, какая школа более эффективна. Тут все зависит все-таки от людей. И в приватных, и в частных школах работают люди, я знаю, профессионалы. Это никуда не отменить. У меня нет в данном случае рецепта. Но в государственных школах на данный момент, в школах, в вузах осталось очень много специалистов. И я как бы не критиковал положение ситуации, что происходит в стране и так далее. Я даю отчет. Это специалисты, они работают. И нужно правдиво сказать, да, это хорошие люди, хорошие работающие люди. И, вы знаете, я нахожу и там, и там специалистов. Многие переходят в приватную школу с государственной, потому что там больше условий для их реализации, для реализации их потенциала, для их сил. Но, вы знаете, я ее разграничить не могу. У нас такая сложилась ситуация на данный момент. Это вы вспомнили про выкладышев или про вчителей. А как, что до детей, в какой школе им, с вашей точки зрения, простейше социализироваться? В государственной или в приватной? Потому что приватная школа – это все-таки более таки замкнутое коло, можно сказать. Понимаете, ребенку нужно социализироваться. Для того, чтобы социализироваться, он должен попадать в коллектив. У нас государственные школы, они в этом смысле выполняют свою реализацию. И ребенок попадает в коллектив, он себя чувствует хорошо, неплохо достаточно. И по рейтингам, давайте посмотрим. У нас сейчас ряд лицеев в нашем конкретно городе, они отстают от рейтинга среднестатистических школ. Понимаете, вот таких элементарных. Среднеобразовательные учреждения, государственные школы и так далее. Все зависит, понимаете, вот в образовании нужно вообще говорить не общие такие тайна, а говорить конкретно со специалистом. То есть приходить в школу и общаться с конкретными людьми. Кто у тебя классный руководитель? Как он себя ведет? Что там происходит? Вот это решает. Потому что есть очень много людей, они работают в системе, государственной системе, но они очень хорошо себя ведут, очень профессионально. Я вам признаюсь, у меня был такой случай, я удивлен, очень удивлен. Я лежал в больнице и со мной лежал вот коллега. Я его спрашиваю, вы скажите, где вы работаете? Он говорит, в школе в одной определенной работе. А вы кто? А он психолог говорит, я психолог. И говорит, и мне рассказывает историю, которую я знаю, потому что я самообразованием занимаюсь. Он говорит, вы знаете, у нас была девочка одна с мамой пришла, и мы ее не приняли, а директор мне дал команду ее не принимать. Я говорю, в чем проблема? Ну он говорит, понимаете, у нас проблемных детей, как говорится, отсеивают. И я видел, что она создаст проблемы. А потом, ну, эти ребята создали проблему в другом образовательном учреждении. Там был целый скандал, в СМИ он освещен. Я не хочу аргументировать, но я говорю следующее. Каждая школа – это определенный коллектив. Там на местах работают люди, понимаете, люди. И у них своя политика, видение этой ситуации, как оформлять образовательный процесс. У них достаточно много свободы. И сказать, что, понимаете, а что лучше, там частная школа или там государственная и так далее, я не могу. Потому что в частных, есть частные школы, в которых все очень плохо. Есть государственные школы, в которых все хорошо. Все зависит от политики, политики организаторов, политики директора и его команды и так далее. Но я вам точно скажу следующее. На данный момент количество специалистов мельчает. И все меньше и меньше тех людей, которые могли бы конструктивный процесс организовать в наших школах. Почти их не остается. А это старая какая-то школа, но они все уже в возрасте и так далее. С чем это выкликано, власне? Это выкликано, понимаете, ну, кто у нас министр образования на данный момент? Давайте так. Ну, 29 уроки. 29 уроки, опыта работы нет, жизненного опыта нет, семьи нет, ничего нет. Давайте прямо говорить. То есть это девочка, выращенная в каких-то там фондах. И ее задача выполнять определенные обязанности. Знаете, я вам скажу так. Вот я как кандидат, ну, как доцент, я вам скажу следующее. Чтобы в образовательном мире достичь успеха, то есть занять какую-то должность, стать кандидатом, стать доцентом, стать доктором, профессором, для этого необходимо прилагать очень много усилий. Очень много усилий. На данный момент приходит человек без высшего образования. Бакалавр – это не высшее образование. Я сам в вузах преподавал очень долго, и я, понимаете, этих людей видел, эти типажи и так далее. Ну, это для меня даже, я молодой человек, ну, для меня это, я не могу это воспринимать как авторитет. Она не понимает вообще специфику работы, ничего она не понимает, судя по тому, что она говорит. И она не может понять, потому что у нее нет опыта никакого, понимаете. Ну, смотрите, я же не могу сделать хирургическую операцию. Вот вы мне сейчас скажете, у вас там надо грыжу вырезать, извините, там. Как я это могу сделать? Я не могу это, я не понимаю. Вот она не понимает еще хуже, больше не понимает, понимаете. И… Але все-таки мы начали говорить про то, что специалистов стает меньше. Так вот, понимаете, вы в этом-то и вопрос. Это, если абстраговатись от фигурки министра. У нас пропала школа профессионалов. Куда вы надеваются? Никуда не надеваются, у нас нет в образовании, у нас так вышло, оказалось, что мы за вот эти годы все, мы потеряли школу профессионалов. Что такое школа профессионалов? Это означает, что люди приходят в образование и не учатся у профессионалов. Они не учатся, нет профессионалов, понимаете. Приходят какие-то вот девочки, министрами становятся. Я прямо вам говорю, ну, а как так, понимаете. Нет профессионалов, нет людей, которые реально понимают, о чем речь. Меня сегодня спрашивает уважаемый заведующий кафедры одного вуза, говорит, скажите, а вы можете читать там такое-то предназначение? Я не могу читать, я в нем ничего не понимаю, вы извините, я могу читать такое-то, такое-то, я там себя хорошо чувствую, но я не могу читать предметы, которые высосаны из пальца, я не понимаю вообще, зачем они нужны, их создали для того, чтобы было, понимаете. И суть в чем, школа профессионалов, школа людей, которые адекватны, объективны в своей отрасли, у нас это все куда-то пропало, у нас нет этого, у нас нет, приходят профаны, люди, которых слушать просто невозможно, в системе образования даже, в других сферах каких-то. И это объективная реальность, понимаете. Вот мы с Макс Бужанским, я так вышел, рад был очень знакомству, у меня такое чувство, что это один из вообще немногих адекватных людей, я озвучиваю фамилию, поскольку я считаю. Понимаете, люди, которые вообще понимают, что происходит, как это происходит, зачем это происходит. Сейчас, вы знаете, у меня сложилось впечатление следующее. При прошлой власти была... Павел Павлович, мы трохи отходим от темы. Так, питание, если мы говорим про профессионалов... Нет профессионалов. Нет, с какого века нужно в школах запровадживать профорієнтацию, и чи нужен распредел классов на гуманитарные, на технические специальности? Да, наверное, надо это сделать. Надо подходить к детям, ну, несколько, так скажем, вариативно, чтобы дети, они смогли сами... Ну, и педагог он видит, понимаете. Вообще видно, кто техник, кто гуманитарий, кто тянется к одному предмету, к другому, к третьему, к пятому. Это видно, на деле это видно. Я вам говорю, как учитель средней школы, у меня тоже опыт этот есть, причем этот опыт, я же говорю, он не связан с тем, что я в деньги пошел, там, мне зарплату платили. Я это как энтузиаст делал. И я вам скажу, да, надо подходить к детям индивидуально, надо подходить к детям, разделяя их какие-то возможности, интересы. Не все могут одно и то же делать, понимаете. Но я вам скажу, как опыт мой показывает, у нас нет кадров для того, чтобы кадры реализовали нормальные образовательные программы. Эти программы есть, понимаете, они есть, они существуют, но у нас совершенно нет кадров. Кадры, это означает понимание вообще, как с детьми работать, что с ними, как обсуждать, говорить, какие подходы, какие классы, классы специализации, вот то, что вы сказали, техническая, гуманитарная и так далее. У нас нет. И второе, у нас пошло сокращение на данный момент, вот в образовании пошло сокращение мировоззренческих предметов. То есть в советское время был марксизм, ленинизм, надо было это все изучать и так далее. Но понимаете, мы, когда занимаемся образованием, мы говорим светская школа, мы говорим церковь отделена от государства, и от школы, и так далее, и все прочее. И это правильно. Но речь идет о чем? Надо создавать мировоззренческие предметы, философия для детей, философия, правильно писать программы. Почему? А сейчас это сокращено, понимаете? Раньше философия год читалась, а сейчас она вообще не читается практически. Ее исключают там, и она на минимуме на каком-то находится. И я считаю, что в школе нужно это все делать. Курсы критического мышления, да, у нас вроде есть спецучреждения, в каких-то лицеях и так далее. Но на деле они не работают, потому что нет кадров, понимаете? Вот в чем вопрос. Как сделать систему образования? Все очень просто. Уже все методики написаны. У нас есть Сухомлинский, Макаренко, у нас есть Аманашвили до религиозной вот этой деятельности. У нас есть огромный опыт педагогики, набранный за 20 век. Это интереснейший опыт. Но мы его не можем реализовать, потому что кадры, кадры, кадры мельчают. Кадры все хуже, хуже, хуже. Непонятно, кто приходит. Кто эти люди вообще в этом образовании, понимаете? У меня лично такое впечатление. Кто все эти люди, понимаете? Вот я вам прямо скажу. У меня вот четкое впечатление. Я беру за голову и спрашиваю, кто эти люди? Почему они здесь находятся? Что они делают? Они не могут ничего сделать. И сегодня ситуация в стране такая, что, понимаете, это боль, это крик, это непонимание. Откуда они взялись? Почему они здесь? Они же не понимают ничего, ни специфики, ни деятельности. Но если говорить, скажем, уже про высшую школу, количество вузов у нас достатня? Чи за великое? Чему нема профессионалов, как вы говорите? Все же таки у нас не один, не два вузы. Тема сложная. Я вам скажу, почему у нас столько вузов, потому что это прибыльно, пока что. То есть на данный момент вузы работают, естественно, на заработок денег. И пока это прибыльно, это существует и все. А образование дают они? Нет, практически не дают. Есть несколько вузов в Украине, которые действительно там есть талантливые кадры, отличные, профессиональные, которые дают образовательный пакет человеку. И он выходит специалистом, если он взял его, конечно. На данный момент так. Значит, сегодня есть такая тенденция. Есть информация из министерства, пока не проверенная. Ну, в общем, я не знаю точно, что как. Что вузы будут переводить на самообеспечение. Это приведет к тому, что половина... Ну, у нас очень много вузов. У нас несколько, 800, 900, очень много. Это приведет к тому, что половина вузов, естественно, закроется, потому что они не будут подпитку иметь у государственного бюджета. А вот те, что останутся, вы знаете, я опасаюсь, ну, если это реализует этот проект, я очень опасаюсь, что они не поставят на финансовые потоки студентов, чтобы они все это обеспечивали. Это, конечно, граничит и с коррупцией. Поэтому я не знаю, как реализовать этот проект. На данный момент мое впечатление очень серьезное. Дело не в количестве вузов, дело в адекватных кадрах. Адекватных кадров очень мало. Дело не в количестве вузов. Если кадры мы найдем, если кадры у нас появятся, если кадры будут работать, вузы, многие вузы, которые сейчас в нулях, они будут оправдывать себя в плане профессионализма, в плане силы. Но все же таки, вы вспомнили, что у нас существует сотни вузов. Это 8 або 9 сотен вузов. Из них есть классические такие, как Киевский университет, такие, как и другие университеты. Почему ни один из них из классических университетов не входят в топ-100 международных рейтингов, не смотря на то, что есть определенная школа, есть определенная традиция? Ну, во-первых, я не знаю, как эти рейтинги оформляются, я вам признаюсь честно, потому что критерии оформления, они меня очень смущают. Знаете, когда идет рейтинг какой-то, я не понимаю, откуда он взялся, что, как. Второе, я лично вам скажу так, по моим впечатлениям, в Харьковском юридическом университете, в нем есть достаточно много очень хороших специалистов, которые, ну, я отзывы знаю, я отзывы знаю от людей, которые еще держат этот уровень, этот уровень. И нам не надо равняться на мировые какие-то рейтинги, ну, потому что, ну, да что такое рейтинг, извините? Они как оформляют, понимаете, по каким критериям? Это все очень смутно, они не объективно оформляют и так далее. Образование у нас, у нас есть очень серьезная педагогическая школа, не только среднего образования, но и высшего. И эта школа, она деградирует все годы, последние все годы. Она просто идет деградирует, 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 деградирует. У нас кадры теряются. Она уходит в коррупцию, уходит в зарабатывание денег. Я не знаю, ну, мне кажется так. Я как бы свечку не держал, если за выражение вы меня потянете. Но я вам скажу следующее, что то, что у нас достаточно людей на данный момент, которые могут что-то делать в образовании, это 100%. Но эти люди, они либо самоустраняются от власти, от работы с образованием и так далее, либо они устранены. И у меня возникает вопрос, почему у нас приоритет на каких-то специфических властных вопросах, чем, вот почему не дать возможность работать людям. Мы хотим же что-то поднимать, понимаете? Я в здравоохранении очень мало разбираюсь. В общем, но я знаю очень много хороших врачей. Точно так же в педагогике я знаю очень много хороших преподавателей, которые недавно и сейчас, они не могут найти себе применение, и идет крах системы. Потому что приходят какие-то непонятные люди, вот и все. Это и простой рецепт, и не более того. Такое вопрос, Павел Палич, в основном, почему закончение профильного вуза не гарантует працевлаштирование, даже за фахом? Адже рабочих мест, кажется, в Украине достаточно, особенно с рассмотрением того, что, в принципе, количество людей в нашей стране, как бы это ни было суммой, уменьшается. Это элементарно, это все элементарно, и все можно экономически просчитать. Смотрите, я специалист своего масштаба, а я образованием почти не занимаюсь. Почему? Да потому, вот я, будучи специалистом, будучи профессионалом, почему? Да потому, что мне не приносят никаких денег. Есть семья, есть дети, надо кормить и так далее. Люди, они заканчивают вузы по каким-то непонятным предметам, а у них нет спроса на эти предметы. Вообще нет никакого, понимаете, в стране нет. Ну, что такое корпоративное право, говорят. Читайте корпоративное право. Вы знаете, что это такое? Вы, вы юрист. Я не знаю, что это такое. Понимаете, я разведу руками, и у меня есть ощущение, что это какой-то липовый предмет, его создали просто для того, чтобы был движ какой-то, понимаете, движение вузов. Поэтому это проблема, понимаете. Проблема следующая. Надо воспитать специалиста, и специалист должен работать в сфере, и приносить деньги, приносить пользу, приносить какой-то, но эффект, эффект должен быть. А у нас получилось следующее, что образование вошло в сферу символического, вводящего в заблуждение имитационного, показного, театрализованного шоу. И люди, которые обучаются, они выходят, они разводят руками, они приходят в адвокатские конторы, им говорят, забудьте вот эту ерунду, что вам говорили, давайте тут обучайтесь на практике. У меня даже иногда складывается впечатление, зачем человеку учиться было, если он приходит, ему говорят, да хватит. Понимаете, у нас учебники написаны людьми проходимцами, идеологами какими-то и так далее. Понятие демократия в теории государства и права в учебнике, понятие тоталитаризм, понятие авторитаризм, это абсолютно липовые понятия. Пани Скакун, которая является корифеем учебников, она написала первый по теории государства и права, все стали с нее там списывать, полагиатить, у нас завалено это. Это бред, это бред, все, что она пишет, бред, все, что есть в реалии бред, понимаете. И люди выходят, им приходят и говорят, а вот есть реалии судов, понимаете, суды, судебная система, а вы хотите там работать, так вот учитесь реалиям, а этим реалиям не обучают, понимаете. То есть у нас образование стало бизнес-машиной, оторванной от реалий. И чем больше уходят специалисты, которых не пускают в эту сферу, как-то они не могут себя там найти, тем более образование становится символическим, вымышленным. И вот поэтому так и есть, понимаете. Это бред воспитывать, педагогически образовывать такое количество людей, которые ничего в итоге выйдя, они не могут принести никакой пользы. Это факт, понимаете, это факт. Я сейчас могу об этом говорить. Павел Павлович, таке питание, до вас новина буквально останній годин. Студент-политолог ДНУ им. Олеся Гончара Стерядяв у студентку юридичного факультета из пневматичного оружия, он уже затриманный, его выдержали из университета. С вашей точки зрения, ну, понятно, что такие ситуации достаточно часто трапляются в всем мире, на жаль. С вашей точки зрения, это проблема вихования в семье, или все-таки проблема в обеспечении галузи? Ну, я, вы знаете, я не успел эту новость, как сказать, мыслить, обработать, поэтому скорее абстрактно скажу. Вы знаете, у меня общение со студентами очень большое. Я со многими говорил, и учителя и педагоги, меньшее влияние, хорошие учителя и педагоги имеют сегодня на молодежь, чем что-то другое, некие посторонние факторы. И, ну, вы знаете, для меня это какая-то очень удивительная вещь. У нас была ситуация, когда вы же видите Гагарина, по Гагарину едешь, это студенческий район, вы же там, и там везде рекламируют, понимаете, наркотики. Это была ситуация. И как-то вот господа, которые в вузы возглавляют, и там общежития находятся и так далее, они не применяли никаких действий для того, чтобы это все найти. Вот я думаю, что в плане педагогики, в плане воспитания, вы знаете, я не уверен, что у нас все хорошо поставлено. У нас все хуже и хуже и хуже. Вы знаете, у меня был директор юридических лицей Татьяна Михайловна Духовная. Я в десятикласснике был и такой, чтобы, в общем, скажем так, очень-очень активный был. И вышло так, что я как-то обидел учителя английского языка. Ну, я как-то вот так проявил себя, такой подростковый шабудной малыш. Я как-то так стул схватил, вышел там со стулом в коридор. Она пришла. И она мне, ну, она не мне, она ко всем обращалась, но она сказала. Она говорит, понимаете, говорит, если вы не можете вести себя по-человечески, то вы рабы. Потому что, ну, вот, понимаете, раб, он вот этот бунт этот устраивает и так далее. Вы знаете, меня эти слова очень сильно задели. Я вдруг неожиданно понял, что, ну, в общем, это был педагогический эффект очень сильный. И мне так показалось, что нет, ну, как-то, я не могу так все-все, это не хорошо, непорядочно, понимаете. Это оказало эффект. Сегодня педагогов, которые вот таким образом могут влиять педагогически сильно, мощно, вот их нет, либо они есть, я знаю, многие, они просто самоудалились. Они не хотят работать в этой сфере. Вы знаете, сколько бы я ни говорил про светское образование, про то, что не надо лезть в душу детей, в душу учеников и так далее. Я понимаю, что это происходит. Объективно. Да, должны заниматься образованием, понимаете. Я вам сейчас скажу даже больше. Вот давайте. Выхованием. Выхованием. Выхованием, да, выхованием. Я вам сейчас скажу больше. Кидайте у меня камни. Понимаете, вот давайте выбросим идеологию советского прошлого. И мы не будем говорить, что мы как-то к ней имеем отношения. Но в плане того, что они создали механизмы адекватного, вменяемого влияния на детей, это есть. Понимаете. Образование всегда связано с воспитанием. Педагогика есть педагогика, понимаете. Они создали эти адекватные механизмы. Почему мы сейчас их выбрасываем? Мы же не говорим, что мы все коммунисты какие-то. Нам надо... Мы не следуем этому. Ладно, все, до свидания. Какие вопросы? Но там была целая педагогическая школа воспитания. И она была, да, она была связана с идеологией. Но она и не была с ней связана. Понимаете, там люди... Ну, понимаете, что такое... Вот, посмотрите на мораль, на некую это... Не надо бояться, там... Не надо бояться быть сытым и смелым и так далее, да. То есть, сытым, прошу прощения, не надо бояться быть сытым и... Значит, ну, грубо говоря, идеология была... Ладно, вот посмотрите фильмы, мультфильмы, там, и так далее. Вот, вот это воспитательный процесс, да, там, электроник, там, идея. Что значит быть человеком? Человеком быть, вот, электроник говорит, надо помогать людям. Вот. Вот это... Это нормальные вещи, это светские вещи. Они имеют отношение к религии, к идеологии, к коммунизму. Причем здесь? Это нормальные человеческие вещи. Вот нам надо к этому возвращаться. Надо вот эту школу восстанавливать. Посмотрите, Сухомлинский, Макаренко. Ну, посмотрите на этих педагогов. Понимаете, их опыт. Мы это все вообще выбросили. Кто эти люди приходят? Вот мой посыл следующий. Я в шоке от происходящего. Я не понимаю, где профессионалы в деле. Павел Палыч, уже закинчивается час. На жаль, на этой ноте не очень таки втешный. Мы должны закинчивать. Нагадаю, мы сегодня общались с лектором, кандидатом исторических наук Павлом Минкою. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова